Сочи парк является тематическим местом, где находится огромное количество аттракционов и развлечений. Все современные конструкции выполнены в стилистике русских сказок и былин. Этот удивительный комплекс находится в Адлерском районе, на территории Эмеретинской низменности. Местность занимает приблизительно 20,5 гектаров. Парк официально был открыт 28 июня 2014 года. Однако презентация состоялась лишь намного позже. Первые посетители были приглашены в новый развлекательный комплекс во время проведения зимних олимпийских и паралимпийских игр в Сочи. Уже к концу 2015 года комплекс начал активно принимать гостей различных возрастов. Здесь могут идеально провести время как взрослые, так и дети. Комплекс рассчитан на любой возраст. На территории можно найти разнообразные развлечения на любой вкус. Со временем здесь открываются новые аттракционы и заведения. Это идеальное место для проведения времени с семьей и с друзьями. Адрес – город Сочи, Адлерский район, Эмеретинская низменность, Олимпийский проспект. 21 режим работы. В холодный сезон – с 11 часов до 18 часов с выходными. Нужно уточнять в календаре на сайте. Цена билета – взрослый, 1550 рублей. Детский, льготный – 1200 рублей. Звездочка контактный телефон – 8 800 100 33 39 официальный сайт. Электронная почта – инфо собака сашидефиспарк.ру Обратите внимание. Стоимость билетов меняется в зависимости от месяца. Сочи парк на карте. Как добраться до Олимпийского парка из Сочи на общественном транспорте можно с легкостью добраться до пункта назначения. По данному направлению регулярно курсируют следующие автобусы номер 124, номер 100, номер 57. Второй вариант – это электричка «Ласточка». Желающие могут воспользоваться комфортабельной электричкой и доехать до станции «Олимпийский парк». Далее следует пройти через центральный вход в Олимпийский парк до входа в Сочи парк. На собственном автомобиле, конечно же, намного удобнее. На территории есть специальные места, предназначенные парковки. Парковка со стороны железнодорожной станции бесплатная. Парковка со стороны моря – 1 час, бесплатно, 2 час – 50 рублей, 3 часа – 100 рублей, от 7 до 24 часов – 300 рублей. Звездочка. Карта Сочи с достопримечательностями в тематическом парке есть несколько зон для развлечений. В этом комплексе объединяется единая тематика – представлен волшебный колорит русских сказок. Сочи – это место не Микки Мауса и его друзей, а персонажей из русского фольклора. В парке можно ознакомиться с богатырями и змеем Горынычем, бабой Огой в своей куроногой избушке, жар птицей, пушкинским котом-ученым, русалкой, бармалеем из сказки Корнея Чуковского. Здесь собрались все герои национальных сказок. Гости могут заглянуть в Аллею Огни, которая располагается на главной улице со скульптурами сказочных персонажей. Недалеко находится ярмарка и роскошный сад. Край богатырей – это место создано специально для настоящих силачей. Посетители могут перемещаться из одного павильона в другой. Край науки и фантастики. Здесь гостей ждут космические джунгли и лаборатория открытий. Заколдованный лес – человек попадает в лабиринт, где находится дом сказочных героев. Эко-деревня предлагает посетителям вкусное и полезное питание из экологически чистых продуктов. Побывав в парке приключений, можно ощутить волшебную атмосферу. Многие посетители называют это место российским Диснейлендом в Сочи. Развлекательная инфраструктура соответствует самым высоким стандартам. Карта Сочи Экстремальные аттракционы для взрослых, Квантовый скачок, считается самой высокой, 58 метров, и самой быстрой, 105 километров в час, экстремальной горкой во всей России. На этой горе могут покататься только взрослые и дети, достигшие 10 лет и выше. Змей Горыныч – состав вагонеток, проходящий по дороге сквозь логово Горыныча. Самая длинная трасса составляет 1056 метров, при высоте до 37 метров вагон раскачивается на скорости до 90 километров в час. Жар Птица – является одним из самых высоких аттракционов свободного падения, 65 метров. Для взрослых и детей от 10 лет. Дрифтер – горка со скоростной гоночной машиной. Для взрослых и детей от 8 лет. Шаролет – пинкот, семейное путешествие в четырехместном вагончике, скорость 65 километров в час. Для взрослых и детей от 4 лет. Водные аттракционы – гуси-лебеди, прогулка на двухместных лодочках в тени большого шатра. Для взрослых и детей от 6 лет. Остров Буян – предлагает гостям пиратское приключение на воде. Здесь осуществляется бой между 10 кораблями. Этот аттракцион доступен для взрослых и детей от 3 лет. К другим популярным и увлекательным аттракционам для детей различного возраста можно отнести «Автодром», «Чайные чашки», «Карусель сказок», «Веселый пират». Обратите внимание, при покупке через официальный сайт можно получить скидку 5%. После проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году, Сочи стал популярным туристическим направлением. Этот курортный город принимает гостей круглый год. Кроме Олимпийского парка, гости могут посетить горы, новые детские и семейные парки, океанариумы, аттракционы, аквапарки. Отдыхать в Сочи – это не только комфортно, но и удобно. Ведь не нужно выезжать за рубеж, чтобы насладиться природной красотой. В ближайших пунктах увидеть разнообразные южные и экзотические растения в знаменитом Сочинском дендрарии. Многие местные турфирмы предлагают экскурсии с осмотром достопримечательностей, храмов и других памятников архитектуры. Многие природные достопримечательности Сочи располагаются на территории Сочинского национального парка. Площадью всего участка составляет приблизительно 1937 кварталов. КМ. Эта территория простирается от Туапсинского района до границы с Абхазией. Во время путешествия по Сочи, туристы могут увидеть склон Кавказского природного биосферного заповедника. Уникальная достопримечательность является крупнейшей горно-лесной заповедной территорией во всей Европе. Постепенно развивается и загородный туризм в Сочи. Турист может организовать самостоятельную поездку и увидеть красивые водопады. Можно также подняться на смотровые площадки и спуск в пещеры, посетить дачу Сталина и чайных домиков. На заметку. Посещать парк лучше в межсезонье, идеальные месяцы – март, июнь, сентябрь, ноябрь. Летом лучше приезжать к открытию или уже после 16 часов. Так как с 12 часов до 16 часов в летний период и солнечные дни тут будет очень жарко. Посещение в парк нужно запланировать в те дни, когда программа максимально насыщена. Часто гостям предлагают интересные представления, мюзиклы, развлекательные программы и так далее. Посещать парк рекомендуется с друзьями в хорошем настроении и не на голодный желудок. Необходимо взять с собой фотоаппарат, чтобы сделать несколько красивых снимков. В завершение следует отметить, что карта Сочи парка позволит ознакомиться со всеми достопримечательностями и аттракционами. Звездочка цены представлена на ноябрь 2018 года.